Здравствуйте! Нам нужно выяснить, какое свойство является общим для f и g и отметить все правильные варианты. И нам дана функция f равно х в кубе минус х. И функция g задана вот этим графиком. Теперь давайте посмотрим на наши варианты ответов. 1. Обе функции нечетные. И просто взглянув на функцию g вы можете сказать, что она не нечетная. Уже хотя бы потому, что график нечетной функции должен проходить через начало координат. g должно быть равно 0, а также потому, что она должна менять знак при изменении знака аргумента. Запишем определение нечетной функции. g равно минус g . Например, g похоже, что это равно 4. g равно 4. И если бы это была нечетная функция, g должно бы было быть равно минус 4. Но, как мы видим, g не равно минус 4, а значит, эта функция не нечетная. И вот это утверждение неверно. Обе функции не могут быть нечетными, так как хотя бы одна из них не нечетная. Второй вариант. Обе функции пересекают ось х в одной точке. У g есть только одна точка пересечения с осью х, вот здесь, где х равен минус 3. Давайте подумаем о точке пересечения с осью х функции f . И для этого нам нужно просто разложить на множители вот это выражение. f равно х в кубе минус х. А это то же самое, что и вынесем экзоскобки, что и х умножить на х в квадрате минус 1. х в квадрате минус 1 – это разность квадратов, а значит, это равно. Этот х остается, а дальше идет х плюс 1 умножить на х минус 1. И когда f равно 0? Первое, когда х равен 0, тогда все вот это выражение будет равно 0. Второе, когда х равен минус 1, тогда этот член и все выражение полностью будут равны 0. И третье, когда х равен 1, тогда этот последний множитель будет равен 0, и поэтому все произведение полностью будет равно 0. И это нули функции f , но ни один из них не совпадает с нулями g , а значит, они не пересекают ось х в одной точке. Третий вариант. Обе функции имеют одинаковое поведение при х, стремящемся к бесконечности. И это интересно. Что происходит, когда х стремится к плюс или минус бесконечности? Начнем отсюда. Когда х принимает все больше и больше положительные значения, то этот член растет в разы быстрее, чем этот. То есть, если значение х увеличивается, то и значение f увеличивается. Я не знаю, как будет выглядеть этот график, но главное, что если х стремится к бесконечности, то и f стремится к бесконечности. Запишем. f стремится к бесконечности при х, стремящемся к бесконечности. И это происходит, когда значение х увеличивается. А что происходит, когда значение х уменьшается? У нас здесь будет отрицательное значение. Этот член опять-таки доминирующий. И поэтому f будет принимать все меньшие значения, то есть стремится к минус бесконечности. f стремится к минус бесконечности при х, стремящемся к минус бесконечности. И точно так же ведет себя g . Если х стремится к плюс бесконечности, то и g стремится к плюс бесконечности. Возможно, не так быстро, как f , но все же стремится. И точно так же, если х стремится к минус бесконечности, то есть g стремится к минус бесконечности. И, скорее всего, тоже не так быстро, как f , но все-таки стремится. И это верный вариант. И последний вариант. Обе функции достигают точек локального максимума при одном и том же значении х. Вообще-то мы знаем, что это неверно, так как у g нет точки локального максимума. Иначе эта функция должна была бы выглядеть вот так, ну или как-нибудь по-другому. И вот здесь была бы локальная точка максимума. Ее значение больше, чем у точек ее окружающих, но, в принципе, это не обязательно максимальная точка всей функции. Но на этой функции нет локальных точек максимума. А раз таких точек нет уже от х, нельзя сказать, что обе функции достигают точки локального максимума при каком-то одном значении х, потому что, по крайней мере, одна из них не достигает. Надеюсь, я вас не сильно запутала. На этом все. До скорых встреч!